так всем привет это я сегодня с утра ходил в магазин за хлебушком ну и хочу продемонстрировать тот мой малый пленэрный набор с которым я хочу хожу магазин вот такой вот мини рюкзачок и ну не знаю планшетка барсетка такого маленького размера что в них находится я покажу собственно это вот тот минимальный набор который я практически всегда с собой ношу тем не менее здесь вмещается очень много сейчас я все это продемонстрирую в этой барсеточки который можно одевать и на бок и вот так вот обычно я ношу она еще удобна тем что на нее легко опирать планшетик когда рисуешь когда ее одеваешь вот на грудь вот таким вот образом что здесь у меня есть в этих двух сумочках небольших в общем-то по весу тоже небольших кармане еще кстати говоря мой надежный всепогодный фотоаппарат fuji ну и конечно другом кармане моя любимица коровка которая мне везде помогает значит сумочка совсем легкая и тем не менее там стульчик очень надежный из всех там я не знаю десятка стульчиков я выбрал вот этот как самый легкий самый крепкий папка сделана из гофрокартона тройная она имеет определенную жесткость и а внутри вот два блока в данном случае два блока склеенных акварельных акварельной бумаги а эта папка раскладывается таким треугольником это резиночка которая на ней вот и и закрепляет получается жесткая такая призма треугольная которую можно использовать для разных целей и подставка пока подставка для рисования вместо штатива который я в данном случае не беру или как подставка для но столик для красок также у меня сумочки лежит мини набор акварельный мини набор это тонкая школьная акварель и несколько кисточек и там же у меня термос полулитровый с кипятком который у меня тоже универсальный это можно и пить и в то же время я использую для акварели вот барсеточка папочка там а пятого формата акварельная бумага или какая-нибудь другая нарезка которую я рисую и там у меня ну там у меня есть документы секрету скажу и кошелек там лежит вот и там вот да и там же у меня минимальный набор карандашиков вердений карандашиков а там ну а наборе об этом я отдельно расскажу может быть когда-нибудь это у меня там самодельная ручка чернильная потом кисточки наполняемые с чернилом и спрей спрей как его господи поливеризатор мини поливеризатор который вот воду у меня распыляет баллончик с водой маленький до карандаша кисточка с чернилами кисточка с серыми чернилами то есть чернила с водой средний тон гелевая ручка и перевая ручка и обычный карандаш и ада карандаш толстый графитный и обычный карандаш и вот спрей да вот что мы видим да вот эти вот ручки кисточки я практически все сделал сам из разных деталей собирал так как мне удобно об этом я тоже отдельно расскажу также у меня все в этой же сумке лежит еще вот такой очень удобный штативки который я тоже рационализировал потому что я вот сделал резинку на которую крепится теперь у меня и фотоаппарат и смартфон и это крепление гораздо удобнее с помощью резинки если будут интересующие тоже расскажу как это все делается это крепится гораздо удобнее чем у штатного варианта который заводской продается ну вот этот набор кроме того у меня там еще и кофе обычно пакетик вот все что мы минимальным набором нарисовать то что перед глазами потому что я всегда говорю что ну по-хорошему художник может рисовать и должен рисовать вообще все что его окружает и главное рисовать не что а как форма вот для меня важнее содержание в общем-то если говорить только о самом вот о самой сути изобразительного искусства содержание оно есть во всех проявлениях человеческой жизни в литературе и в искусстве я имею ввиду и в литературе и везде-везде в сюжете а вот форма она исключительно та форма в которой мы работаем изображение на плоскости это присущи только графики и поэтому для меня как для художника на первом месте стоит мое ремесло в данном случае мое искусство графическое оно может применяться к чему угодно да как спеть можно о чем угодно как написать можно о чем угодно покрасить можно цветом о чем угодно рассказать можно о чем угодно и ту или иную специфику выделяет форма график рисует графический живописец рисует пишет живописно красит скажем так я уже рассказывал про разницу между писать и рисовать и красить вот но это отдельный разговор а я вот сейчас вот то что здесь вот оказался в этом месте почти случайно с помощью набора который мы назовем минимальным моим планерным набором я изображу очень быстро вот то что я перед собой вижу один может быть два но а а а а а а Сегодня у нас, если не ошибаюсь, 10 число. Субтитры создавал DimaTorzok